Adria Sonic Supreme, флагманская модель от Adria. мы не думали, что привезем эту машину в Россию, но так случилось, что три года она стояла на заводе. не то, чтобы она была никому не нужна, просто автомобиль действительно дорогой, со своими дорогими опциями, со своими, в принципе, технологиями, которые стоят очень дорого. давайте же знакомиться с флагманской моделью от Adria и посмотрим внимательно, что же такого супер крутого, дорогого, интересного они для нас приготовили. Здоровенный, трехосный, с толстыми стенами и с полным комплектом для скандинавских стран. теплый жидкостный пол, жидкостное отопление, прекрасная изоляция и все, все, что было на тот момент доступно в плане технологии строительства домов на колесах. конечно, вы скажете, что вот у вас на канале были автодома Morello, но не будем сравнивать, это все-таки другой класс. Adria Sonic Supreme – это верхняя планка, так скажем, среднего класса, либо вот такое начало премиального. то есть он гораздо лучше, технологичнее, чем даже самый продвинутый средний класс, но не обладает теми качествами, которые, допустим, за 300 тысяч евро предлагает какой-нибудь, допустим, Concorde, Morello и же с ними. мы постараемся коротко, хотя бы коротко осмотреть все важные элементы. конечно же, багажник здесь будет приличного размера, но я бы не сказал, что он какой-то здоровый, как часто бывает у трехосников, туда может въезжать какой-нибудь Smart, ну или там квадроцикл. нет, такого здесь ничего нету. максимум, что сюда можно поставить это велосипеды, но, в принципе, этот класс автодомов, он не совсем для любителей квадроциклов, мотоциклов. сюда можно сложить кемпинговую мебель, стульчики, стол, может быть, газовый гриль, какой-то, знаете, такой не громоздкий спортивный инвентарь. мы видим с вами радиаторы отопления ALDE. они везде здесь проходят, буквально от лобового стекла до самой задней стенки, везде есть радиаторы системы отопления. набор ковров, видите, очень большой рулон, потому что машина большая, поверхности много. все это застилается вот этим серым ковролином. также прошу обратить ваше внимание на подъемный механизм задней кровати. если сюда потребуется закатить действительно что-то большое, например, там электромотоциклы, может быть, большие велосипеды, то кровать может подниматься. и, в принципе, приходит на максимальную высоту. в принципе, размер багажника, он будет соответствовать высоте самого проема двери. также из интересных опций я здесь увижу внешний душ. ну, как скажем, вряд ли здесь вы захотите мыться, скорее всего, помыть какую-то технику, может быть, ополоснуть гриль. вот, пожалуйста, открыли лючок, подсоединили шланг. горячая-холодная вода в вашем распоряжении. в углублении находится насос шурфло. часто называют его просто насосом, скажем, высокого давления, который создает именно напор у вас в системе, и который поддерживается постоянно. но есть у него качество, что он более долговечен, чем погружной насос. но мы сегодня не об этом, друзья. все, багажник мы с вами посмотрели. кровать, кстати, я обнаружил, что можно опускать прямо отсюда, поднимать и пускать нажатием на клавишу. то есть подошли с велосипедом, поняли, что не помещается, нажали на кнопку, кровать ушла вверх, закатили. ну, каждый раз, когда я захожу в подобный класс, пытаюсь почувствовать себя человеком, который вот заработал и, наконец-таки, откинулся в кресле Agutti, чтобы отдыхать заслуженно и с удовольствием. переднее окно, ну, лобовое, так мы его называем, может затемняться на шторку. причем шторку надо не руками открывать, закрывать, как я сейчас показал. есть специальная клавиша, которая позволяет вам полностью закрыть штору, закрыть козырек, ну, сделать козырек, знаете, небольшой, чтобы солнце не светило. то есть во время езды тоже она работает, потому как здесь стандартных козырьков от солнца, во всех автомобилях должны быть, здесь их нет. если светит что-то в лицо, пожалуйста, опустили штору, едем дальше. если же вы остановились, хотите, чтобы лишние глаза не смотрели вам в автодом, но, тем не менее, совсем затемнять вы не хотите, то штор опускается вниз до конца и опускается еще сверху, остается вот такое расстояние, все это управляется вот с пультика слева от водителя. коробка роботизированная, ну, как вы успели заметить, это Fiat Ducato, несмотря на то, что снаружи, вообще непонятно, что. роботизированная коробка, 180 лошадиных сил, климат-контроль, здесь стандартный набор опций, помощь при спуске Traction Plus, про это мы с вами уже много раз говорили, но скажу, что очень легко и удобно здесь располагается ваш iPad, навигация. видим, что большое расстояние от приборной панели до лобового стекла, к этому нужно привыкнуть, а также придется привыкнуть, не знаю, может быть, за пять минут, как у меня, может быть, за день, но вы все-таки научитесь смотреть в зеркала заднего вида, которые, как у грузовика, свисают сверху и снизу, как вот на обычном Fiat Ducato, то есть вот такие два лопуха. но, тем не менее, прекрасные зеркала, они подогреваются, очень хорошо настраиваются. кстати, настраивается только большая часть зеркала, нижняя, она, в принципе, широкоугольная и охватывает большой ракурс, скажем, все будете видеть. входная дверь есть в кабине только у водителя, у пассажира, в принципе, она особо-то и не нужна. здесь у него есть шкафчик, рундук, как это правильно назвать. по-разному здесь все это открывается, закрывается. таким образом, честно говоря, взял, так потянул. я думаю, что он откроется сюда, а тут она снимается. в общем, складываем сюда какие-то вещи. здесь пока документация лежит. в общем, выходить отсюда не нужно. боковые окна также могут закрываться таким образом, примагничиваются. пожалуйста, все, закрылись, никто вас не видит. если все-таки хотите перекурить, пожалуйста, открыли форточку, пускаем дым, да и просто открыть окошко, освежить, скажем, салон. аудиосистема, вижу, что встроена. но пока что головного устройства я здесь не вижу, именно в панели, как и вы успели заметить, что пока что музыка не стоит. наверное, вы сами сможете выбрать для себя подходящий вариант. вот, как бы скажу, что нет подстаканников. докопаться у меня есть всегда к чему. видите, здесь бардачок, а хотелось бы здесь подстаканник. но смотрите, чего я ругаюсь. здесь подстаканник есть у пассажира, справа у него тоже есть подстаканник, слева есть подстаканник у водителя. так что, в принципе, он здесь особо не нужен. поэтому бардачок, наверное, в данной модели автодома будет более актуальным. кофе есть куда поставить. четыре подстаканника, знаете, как в американских домах. здесь у тебя кола стоит, здесь чай, здесь какая-нибудь, не знаю, минералка. тут такого, в принципе, не требуется. кресло Aguti. видите, ремни безопасности располагаются непосредственно вот тут на спинке справа. регулировки, очень легко и просто настраивается высота подлокотников, также легко и просто опускается спинка. для чего это нужно? чтобы опустить кровать. всего здесь по схеме четыре спальных места. два в опускаемой кровати, я вам сейчас покажу, и два в задней части, но к той мы подойдем чуть позже. легким нажатием на клавишу кровать уходит вниз. там нашему взору открывается большой панорамный люк. пожалуйста. кстати, лесенка здесь не нужна. кровать опускается очень низко и забраться на нее можно просто наступив ногой вот на это гостевое кресло. наступили сюда, все, и вы уже на кровати. там можно включить свет. ну, они такие, знаете, ночнички. но, к сожалению, здесь просто невозможно сделать точечные светильники по бокам. вот, встроили их справа и слева от люка. ну, что ж, закрываем обратно. в гостиной тоже много всего интересного. видите, подголовник на магните. ну, понятно, что человек здесь может сидеть только на стоянке. пуфик отстегивается, может использовать по своему усмотрению. здесь, кстати, внизу есть кнопка, которая электрическим приводом сдвигает это сидение вперед, и человек, скажем, может откинуться и сесть вообще расслабленно. под этой крышкой находится аккумуляторный отсек и блок управления. но вот из-за того, что там электропривод вот этого кресла, то еще один аккумулятор там или два туда поставить будет немножко затруднительно. стол тоже на телескопической ноге. может, ну, само собой, в горизонтальной плоскости передвигаться. можно опустить его вниз и, в принципе, положить сюда, спать еще одного человека. ну, либо, если у вас, допустим, разнополые дети, и вы хотите их на разные кровати укладывать, то, пожалуйста, кто-то здесь может спать, кто-то спать на опускаемой кровати над кабиной. панорамные люки. в общем, здесь на входе, кстати, кронштейн для телевизора, пожалуйста, открывается, закрывается. как? ну, как-то вот так, да. выдвинул, и пошел смотреть его. то есть можно его, в принципе, развернуть и туда, то есть лежа оттуда. вряд ли, я сомневаюсь. наверное, чисто для гостиной все-таки этот кронштейн, но задумывался, знаете, по-разному. в этом автодоме, наверное, не очень удобно. далековато все-таки смотреть кино, лежа на кровати, быстро очень уснешь. здесь полка для аксессуаров, принадлежностей. вот редкая опция. это вход AUX, то есть включить можно сюда музыку свою через провод и прослушивать ее через колонки. интересная ниша для обуви, редко такое встречается, но вот, пожалуйста, здесь очень удобно хранить тапочки. обувь, в принципе, ну, если она вдруг еще влажная, лучше оставить здесь на коврике, а здесь хранить ваши любимые домашние тапки. но, в принципе, с гостиной разобрались. здесь еще есть несколько лючков, которые там позволяют сложить какие-то личные вещи. ну, а нас ждет прекрасная и просторная кухня. прекрасная рабочая поверхность, пожалуйста, три конфорочки, как я люблю, разного размера. здесь моем овощи, посуду. кран стильный, все как надо. духовка тетфорд, плита даметик, все как обычно в автодомах. здесь, открыв шкаф, мы с вами находим тот самый внешний душ. чтобы открывать шкафчики, нужно снять специальную блокировку здесь под столом. приедете на площадку, смотрите автодом, я вам обязательно покажу, где это находится. ну, вот такой безфурнитурный вариант ящиков. полки для специй, любимая тема, не забыть про них сказать. и красивые такие вогнутые внутрь дверцы подвесных ящиков. освещение, я так скажу, в принципе, не приходится напрягать зрение. значит, напротив у нас холодильник, а над ним полка. судя по всему, допускается здесь установка микроволновой печи, холодильник тетфорд, морозильная камера, холодильник, все как мы любим. ну, и, кстати, слева элемент прихожей, удобный довольно-таки гардероб. то есть зашел сразу, повесил одежду. внизу есть полка для обои, кстати, что немаловажно. судя по всему, там проходит. ну, тут везде проходят радиаторы альды, тут общать никуда не спрячешься, везде будет тепло. итак, друзья, смотрите, заканчивается у нас гостиная зона, и мы должны отделяться от нее, чтобы воспользоваться туалетом, душем, ну, или просто пойти спать, наплевав на этикет, какие-то договоренности. просто, ну, захотелось, все, пошел спать. закрыл дверь и ушел. кстати, вот этот щелчок, наверное, можно положить, подклеить сюда специальные кусочки поролона, самоклеящиеся, чтобы она не стукала. дальше, получается, мы с вами отделили тамбур, представили, и, в принципе, можем отправляться в душевую кабину. и здесь в единственной, наверное, модели из автодомов прицепов адрия я вижу настоящее стекло. опять же, да, вопрос прозрачной дверцы. ну, опять же, друзья, закрываемся на дверь, отделяемся, никто не смотрит. если же вы хотите, чтобы вообще ниоткуда вас не было видно, пожалуйста, закрылись на дверцу от спальни, закрылись дверью от прихожей, гостиной. и, у вас распоряжение душевая, у вас распоряжение туалет. давайте, кстати, заглянем. туалетная комната, конечно же, конечно, очень серьезных размеров, но не как в американском автодоме, где можно маршировать по нему, нет. просто здесь действительно много места. просторно, вы не чувствуете здесь замкнутого пространства, как в большинстве автодомов. биотуалет располагается на подиуме. зачем это сделано? ну, вот такая, видимо, идея была приподнять его выше, на какой-то, может быть, уровень. вот так вот решили сделать. попробую открыть для вас туалетный шкафчик. смотрите, за зеркалом прячется шкафчик. места много, розетка есть. если у вас щетка электрическая, пожалуйста, можете зарядить. тоже фурнитура нет никакой, то есть мне просто приходится за само зеркало хвататься. вот, когда закрыл, фиксирую его на защелку. здесь, кстати, проходит рейка такая, в которую можно вставить различные крючки, лотки, мыльница, может быть, диспенсер, как правильно называть, дозатор для мыла. пожалуйста, вот на свой вкус выбирайте, что вы сюда хотите поставить. я вам, к примеру, покажу сейчас. вот тут слева, да, штуковина снимается. можно поставить, допустим, вот сюда. как хотите, так и пользуйтесь. вот, наверное, этот стаканчик тоже для щеток легко устанавливается. для всего здесь найдется место. часа для умывания не очень большая, но, в принципе, можно здесь умыться. все будет у вас немножко, может быть, где-то что-то брызнет, но ничего страшного. внизу у нас шкафчик для, как я вижу, для туалетной химии. закрываем. в принципе, все, в туалетной комнате все понятно, много белого цвета, только что, в принципе, добавляет объема этому пространству. если вдруг стало здесь душно, пожалуйста, можете открыть окошко, проветрить. если вдруг есть риск прилета насекомых, то можно закрыться на антимоскитную сетку или, в общем, закрыть. душевая кабина, как вы видите, очень просторная. есть сидушка, на которую можно сесть, сидушка, на которую можно сесть. поднимается, пожалуйста, можно мыться. хотите посидеть, опустили ее. просторно, хорошо. дефицита места у вас точно не будет. ну, и не надо никакой, не нужно никакую шторку вокруг себя оборачивать. закрылись на дверь, и все. итак, мы с вами двигаемся дальше. здесь будет платяной шкаф большой, уже для такой одежды, для каких-то ваших нарядов. там на входе мы снимаем верхнюю одежду, здесь уже вешаем платье, костюмы и собираемся прогуляться. есть еще пару ящиков внизу. тоже сюда можно, кстати, довольно-таки такой глубокий ящик, пожалуйста, руки можно сложить, может быть, даже какую-то обувь поставить. вот ящик поменьше гораздо, потому что, видимо, там проходят какие-то коммуникации, поэтому он короткий. и, кстати, вот прикольно, здесь тоже в ступеньках есть ниша. вот ваша девушка, жена может поставить сюда туфли, может быть, даже сложить сапоги. вот, все помещается. просторная спаленка. приятно, что она отделяется от остального пространства целым тамбуром из душевой и туалета. то есть прошел из гостей, да, из людей, помылся, сходил в туалет, умылся и пришел уже спать. из интересного. кровать электрическая, как я говорил, опускается вниз-вверх. если хотите почитать, также на электроприводе у вас будет подголовник. здесь есть кнопка специальная, подголовник поднимается. есть медиаконтроллер Adria Media Center, то есть через bluetooth подключили свой телефон и слушайте аудиокнижечку на ночь, чем вы там привыкли заниматься перед сном. делайте все это под музыку. пожалуйста, гардероб для одежды слева и справа. есть возможность повесить. футболочки, если они у вас подлаженные, пожалуйста, вешайте. но, наверное, футболки все-таки и в полку можно сложить. сюда, наверное, надо вешать рубашки или костюм, пиджак. тут, если интересно, лежит просто покрывало сюда. тут есть на матрасник такого серого цвета. удобно, хорошо. правда, не вижу usb розеток именно в этой зоне. знаете, всякое бывает. вот не замечаю я на данный момент, а лежа, конечно, перед сном хочется поставить телефон на зарядку. полка есть, стаканчик воды здесь поместится, книжка, телефон, все можно разместить. ну, здесь все довольно-таки просто. если бы автодом, допустим, стоил бы 200 или 300 тысяч евро, конечно, здесь была бы не просто белая голая стена, а какая-то такая, знаете, мягкая обивка, может быть, даже похоже на кожу, знаете, такая стеганая. вот, ну, поскольку этот дом стоит всего лишь 120 тысяч евро, здесь просто дорогие окна Polyvision с антимоскитными сетками и шторами. пожалуйста, открыли, смотрим, любуемся, дышим свежим воздухом. здесь мы видим три крючка, как раз вот эта самая кожаная обивка, про которую говорил, которые нет на вот этой белой стене. но, тем не менее, я бы повесил сюда халат такой банный, знаете, пришел из душевой, снял с ручка, надел банный халат и лег посмотреть телевизор. телевизор крепится здесь, надо установить кронштейн и подцепить его к розетке 220 либо 12, собственно, к контейне. вот таким образом выглядит у нас спальня автодома Adria Sonic Supreme. в принципе, для интеграла все на таком хорошем, приличном уровне. под кроватью, кстати, тоже еще есть два ящика для белья, может быть, для одежды. уже на свое усмотрение складывайте туда и отправляйтесь в путешествие. автодом построен на трехосном шасси Alka, поэтому здесь довольно-таки большой двойной пол. складывать сюда можно большое количество предметов. автодом с максимальной массой 5 тонн, поэтому вещей с собой набрать можно очень много. ну, мало ли, может быть, вы хотите с собой взять ящик пива. пожалуйста, поставили его в двойной пол, и он там тихонечко едет и не жалуется. ну, что ж, друзья, подведем итоги. настоящий премиальный автодом от Adria Sonic Supreme действительно переворачивает наше представление о том, что может построить завод Adria Mobil. контакты по ссылке в описании, там же вы найдете ссылку на наш сайт, где подробно расписаны все технические характеристики данного автодома. это канал Яхта на колесах. меня зовут Александр. до новых встреч. пока.